привет любители охоты рыбалки а также все те кто любит без трудов и в чистоте просто дома почистить птицу и рыбу сегодня в кадре спайдерка фил вилсон сприг сприг это уже вторая попытка спаев продать культовый дизайн легендарного фила вилсона до этого они уже выпускали спайдерка south fork который отличался очень ломовитым сведением и разочаровал именно этим многих клиентов которые ожидали получить резачок от фила а в этом году выходит бюджетная модель боу рива по дизайну фила вилсона который отличается говносталью простите бюджетной сталью 8 chrome 13 мави вот так и хотел сказать на фоне 1 3 попыток от спаев это выглядит действительно удачно и максимально похожий на оригинал ну посудите вот крутая сталь тонкое непоспаевский сведение практически идеальная филовская форма форму я назвал почти идеальной потому что мой профессиональный архитектурный взгляд очень требователен к упругости любой дуги и вот дуга обуха имеет явный горизонтальный участок то есть дуга должна соприкасаться с прямой везде в одной буквально точке по касательной но именно вот в этом участке если мы приложим линейку то мы видим что он идеально горизонтальный а должен касаться буквально вот точкой примерно как вот здесь это конечно мелочь но мне лично глаз режет очень часто сведение на ножах меня мало интересует но не в этом случае потому что мы имеем дизайн очень славного резака с такой резательной геометрии 3 миллиметра в обухе крутая сталь с 90 ви и по традиции спайдер как конечно обязаны были это все похерить своим толстенным сведением но они не похерили и сведение сделали на этом ноже 0 35 миллиметров и я прямо аплодирую и немного удивляюсь спайдерка что же вы вообще делаете мы же так и привыкнуть можем к такому форма рукояти филовская очень удобная все крепится на заклепках нигде никаких щелей или ступенек все подогнано очень круто темлячное отверстие выполнено тоже красиво да и вообще вот тактильная рукоять очень приятная рукоят на свету имеет такой перелив такую текстуры что-то напоминающее дерево но на ощупь это не чувствуется на ощупь это такая приятненькая полированная g10 стоит конечно сказать что фил не жалуют g10 в основном он работает с деревом с мекартой с костью натуральной то есть фил свои ножи не опошляет таким бездушным пластиком но конечно главное что должно быть в таком ноже это эргономика и здесь я пожалуй покажу уже наглядно чешую я снимаю обухом как правило если это рыба не крупная если рыба крупная то я очень часто снимаю чешую прямо вот так ногтями это намного быстрее вот здесь на пузике есть такая чешуя которая часто очень тяжело счищается она хорошо там сидит я очень часто просто это срезаю вместе с кожей очень тоненько спариваем рыбку настало время силового реза зацепят лица на нижнюю часу на нижнюю часу и высшую часть как раз неприятные расслабленные так теперь Я с этим ножом уже два года, поэтому в его эргономике уже успел убедиться, она у него есть и она, как и весь нож целиком направлена на разделку дичи и на кухню. Это полностью заслуга Фила Вилсона, потому что сам он является заядлым рыболовом и охотником. Друзья, ценность любого ножа не в крутых материалах и не в легендарном мастере, а только в той ситуации, которую вы с этим ножом переживаете. Хочу коснуться одного интересного момента. Сталь. Здесь на клинке S90V и она мне немного петингует, хотя вот по отзывам других владельцев ножей с этой сталью, они петинга не замечали. Не знаю, видно вам на видео или нет, но вот ближе к кромке такие бежевые очаги. Но что я хотел сказать про сталь. Я, честно говоря, очень слабо всегда могу оценить работу стали, когда меня спрашивают, ну как там в работе, вот та или иная. Написали бы здесь спаи S30V или там ZDP 189, я бы, честно говоря, даже не отличил бы это, особенно при работе по продуктам. Здесь S90V, конечно, убогая заводская заточка, но при этом тонкое сведение, тонкий обух относительно, такая резательная геометрия, вот ножу уже два года и по кромке такое равномерное затупление, но за это время мне даже не захотелось ни разу его поправить, не то что уж переточить. Поэтому для меня вот это наглядная иллюстрация того, что в ноже режет геометрия, а не сталь. И от какого-то предела маркировка стали это скорее всего всего лишь маркетинговый ход, а не функционал. Когда-то один мой друг нажидел на мой вопрос о стале К110, что он о ней думает, ответил полушуточно, но полусерьезно. Для меня, он говорит, любая сталь хорошая, в которой углерода больше 1%. Что-то в этом есть. Теперь коротко по ножнам. Ножны пластиковые и ножны неудобные. Нож они, конечно, принимают четко, с таким щелчком, и держится нож там очень крепко. Но мне не хватает такого зацепа под палец, чтобы вытащить отсюда нож. Я достаю нож всегда кромкой на себя. И в ношении эти ножны не очень удобные, потому что вот в эти два отверстия устанавливается клипса, и она находится очень низко относительно ножа. Нож на поясе вертикально постоянно тыльником упирается в ребра. Ну а для горизонтального ношения, лично для меня, этот нож уже великоват, конечно. Но это тот редкий случай, когда мне плевать на ножны, потому что нож этот идеален для так называемой полевой кухни. Для других дел он, в общем-то, не очень подходит ввиду своей такой изящности, очень тонкого кончика. Ну вот вы можете сравнить кончики. Это Милитари, Мул и наш Сприг. У него самый-самый тонкий кончик. Действительно такой очень изящный. И если уж и можно с чем-то сравнить кончик Сприга, так это вот с кончиком Ронина. Оба они такие очень-очень тонкие. А для такой рыболовно-охотничьей кухни он, конечно же, бог. Но вся кухня никогда не происходит на ходу. Она всегда происходит на стоянке, поэтому лично я этот нож ношу всегда в рюкзаке. И вот даже снял отсюда клипсу, переставил на другие ножны, потому что она мне просто здесь не нужна. Давайте обобщим. Мы имеем узкоспециализированный, очень качественный нож по дизайну Фила Вилсона. За исключением некоторых мелочей, Спайдер Касприк полностью повторяет оригинальный птиц форелевый от Фила Вилсона. И теперь, конечно же, кто-то подумает, а за кой хер я буду платить от 1000 долларов стоять в год в очереди с риском вообще не дождаться ножа от старичка Фила. Или платить мешок денег за его нож на вторичном рынке, если могу пойти и купить Спайдер Касприк. А я вам отвечу, потому что это всего лишь нож по мотивам, и он не имеет двух очень важных вещей, которыми обладают все оригинальные ножи Фила Вилсона. Во-первых, Спайи никогда не дадут нам той крутой термообработки стали, которую дает своим клиентам Фил Вилсон. Спайи умудряются своей термичкой взять от стали минимум, а Фил умеет и берет максимум. А без грамотной термообработки мы все знаем, что маркировка стали почти ничего не значит. И второе. Никогда нож по мотивам не даст вам той эмоции, которую дает оригинальный кастом. Функционал дать может, но вот дух никогда. А я убежден, что эмоция это прям неотъемлемая часть функционала. Это то, что в спорте называют характер или спортивная злость, когда вот с помощью каких-то импульсов можно одержать победу, пусть даже над более техничным соперником. А уж в оригинальных кастомах Фила Вилсона есть и безупречная техника, и этот самый импульс, этот самый настоящий дух и характер кастомного ножа. У нас же, хоть и классная, но все-таки серийка. Так что нож спайдерка Фил Вилсон Сприк это очень классный и крутой нож. Но надо понимать, что это, конечно же, не Фил Вилсон. Все, друзья, до свидания. И помните, что узкоспециализированная для своих задач всегда лучше, чем универсальная. А оригинал всегда мощнее, чем копия. Пока! В процессе подготовки к этому видео я, как всегда, заглядывал на разные ресурсы и залез на англоязычную Википедию, честно говоря, в поисках лет жизни Фила Вилсона, потому что новостей я о нем давно не слышал, а дедушка он такой уже изрядно старенький. Но на Википедии оказалось, что есть место кому угодно под именем Фил Вилсон. Спортсмены, музыканты, политики, какой-то херов архиепископ, даже международный мошенник. Но нашего с вами любимого ножедела там нет. И это наш с вами позор, друзья. Потому что Фил Вилсон достоин того, чтобы о нем знали не только мы, больные нажиманы, но и обыватели. Давайте попробуем набросать хотя бы пару слов на каком-то более-менее грамотном английском языке и залить туда, начнем эту статью, она постепенно обрастет фактами, какими-то фотографиями. Фил Вилсон достоин этого. Давайте попробуем. Фил Вилсон достоин этого.